Для комбайнеров «Суп и Скроветка» прационный день начинается перед рейсов медицинского огляду, как и в предыдущие дни на алкотесте одни нули. Все работники абсолютно тверозы. По великому рахунку, инших покажек никто не ждал. Заявление на праце в стане навык самого легкого алкогольного опьянения обовязково приведет до самых жёстких мер покарания, и не только материальных, а тому разыковать никто не жадает. Что ты, так и равниство господарки, то есть обовязок — створить все умовы для беспечной и бесперапытной работы. Нема зауваг у представников профсоюзов и у филиаля агрофирмы Республиканского унитарного предприемства «Гомель Энергом». Учера тут завершили уборку сбоживок, теперь техника рестуется выйти на палетки с гречкой и кукурузой. По вогули, с початку жнева техничные инспекторы проверили 14 районов. Выявленные порушения невельми значные и, звычайно, ликвидовалися практически одразу. На думку проверяющих, не о опошню чаргу, это следство, проведенного на перейдоне жнева областного месячника безпеки працы. Количество несчастных случаев, благодаря вот такой предварительной профилактической работе, уменьшилось. Мы уже посетили 14 районов, 38 хозяйств. Такие незначительные нарушения оперативно устранялись, но если говорить все-таки о цифрах, выявили все-таки 318 нарушений. За речи, только пытаниями безпеки працы, увага профсоюзов не обмежевывается. Областная организация Белорусского профсоюза работников Аховы здоровья, контролюя якость харчевания, у акционерного товариства Калининске, горячие стравы на палетке проводят двойче на день. Уже у 7 годин ранницы, повары на своих прасовных местах, на обед необходимо приготовить, кля 40 порций. Каждый день, прикладно у 10-30 ранницы, у столовую агрогородка Перорост приезжает специальная машина, как забрать харчевание для механизаторов. Перевозить его в таких контейнерах. Сегодня у меню борщ, рысовая каша с гуляшом, 200 граммов сметаны, пятная вода и компот с яблок. Зуликом высокой температуры поветра, за обеспечение працующих на жневе пятной водой, у гэты дни обоясковые умовы. А прочитывая, представители профсоюзов работников Аховы здоровья проверяют наявность у водителей медицинских аптечек, а так самая их комплектность. Хоть только в этом увага до здоровья вясковцев не обмежевывается, на период уборочной медики повинны быть готовыми оказать любую необходимую допомогу. Бригады скорой помощи активизированы на эту тему. Выделены в стационарах отдельные дополнительные койко-места, как по терапевтическому профилю, так и по хирургическому. Потому что вся эта вот работа, она несет и физическую, и моральную нагрузку, и люди иногда декомпенсируются. Поэтому нужно оказывать не только амбулаторную, но и стационарную помощь. У Иваковской амбулатории агульной практики на период жнева час работы повелечився. Тут так само готовые у любых моментов принять тэх, думая у гэтым патрэбу, те выехать на место самим. Необходными кадрами установа забеспечена. Недохопу у леках так само нема. Готовность номер один постоянная. Мы выезжаем, оказываем первую помощь в связи с перегревом, либо если стало какие-то соматические нарушения, какие-то неотложные состояния. Если человек транспортабельный, значит мы везем на своей скорой помощи. У нас есть своя машина. На мегдворе акционерного товариства Калининский каждый день у сдамается стяг у гонор передовиков жнева. Завтра тут повинны заявиться пешие тысячники. Для того, как добро працевать, необходимо быть пеш за все здоровым. Олег Сентюров, Сергей Лукашук, телерадио компания Гомель.